Всем привет! Сегодня у нас на обзоре будет вот такой шаровый кран с электроклапаном который я только сегодня получил. Они бывают разных диаметров. Одна, вторая, три четверти, там и больше. Ну вот у меня DN20, то есть это три четверти. Приехал он ко мне вот в такой коробочке. И внутри есть инструкция пользователя. Где очень хорошо все расписано. Кстати все характеристики потребляет он очень мало. У меня модель на 220 вольт, также есть модели на 12 на 24 вольта. И здесь есть даже вот схемка подключения. Ну в принципе это же все. Написано и на крышечке. IP50. То есть на улице просто так оставлять нежелательно. Защиты от влаги здесь как бы нету. Мы его обязательно включим, но чуть позже. Ну а пока пользуясь случаем, я кстати хочу передать привет своему подписчику из Краснодара. Он работает в фирме по ремонту телевизоров. Наверняка ремонтирует что-то и другое. В общем у них есть магазинчик на авито. И я там недавно брал плату для телевизора. Потому что родная была сгоревшая просто хлам. Перерыл все авито. Нашел вот только в одном месте в Краснодаре. По действительно разумной, адекватной цене. Они завышены там в несколько рах. Очень быстро отозвались, пришлали. Все четко, все работает. Сегодня мне на почту приходит письмо. Они спрашивают, это не вы видите канал на ютубе. Просто они меня узнали по аватарке. Прочитали мой отзыв и узнали меня по аватарке. Очень приятно. Но вот пользуясь случаем, если вы живете в Краснодаре и вам нужно починить телевизор, не переживайте, что я живу в другом городе. Обращайтесь смело к ним. Их могу порекомендовать. Хороший это сервис с адекватными ценами. Но если вам нужны запчасти, то на авито. Приходите, смотрите, покупайте. Люди проверенные. И это не реклама. Они даже и не знают о том, что я вот сейчас про них говорю. Просто хорошие люди должны помогать хорошим людям. Они хорошие люди, специалисты в своем деле и не жадные, что очень главное. Так что вот в Краснодаре есть такой сервис. Обращайтесь. Ну а мы с вами давайте переместимся сейчас в другое место. Подключим к розетке. Посмотрим, как он открывается. У нас закрывается. И посмотрим, как его немножко подрегулировать. Потому что я уже включал и шарик останавливается немножко не в том положении, как мне хотелось бы. И мы с вами его разберем и попробуем все это дело исправить. Итак, исходя из картинки, схема подключения на корпусе, ну и в инструкции пользования, мы видим, что вот этот двойной проводок у нас общий, нейтраль. А голубой и коричневый, цвета у вас могут быть другими, кстати. Поэтому всегда смотрите, что здесь нарисовано. Вот голубой и коричневый, это у нас управление, на которое мы подаем фазу. При подаче на один провод он у нас должен закрыться, а при подаче на другой провод питания он должен открыться. Включаю в розетку. Соблюдайте меры предосторожности. Тут все-таки 220 вольт. Так, коричневый. И вот видите, шарик пошел закрываться. Время закрытия и открытия в них меньше или равно 15 секунд. То есть не больше 15 секунд. Вот он закрылся и остановился. Теперь подключаем голубенький. И он пошел у нас открываться. Давайте дождемся, чтобы он у нас полностью открылся. Вот он открылся и остановился. При этом питание снялось. Я замерял 4 ватта, он потребляет, но 4 ватта это также указано и в инструкции. И вот если мы посмотрим туда внутрь, мы увидим, что шарик немножко со смещением провернут. В принципе это совершенно не страшно. На это можно не обращать внимания. Ничего страшного в этом нету. Но я хочу все-таки добиться, чтобы шарик у нас открывался лучше. Без смещения. Ну что, давайте разберем, посмотрим как устроено. Разбирается элементарно. Гаечку откручиваем, снимаем сам кран. Кран можно сюда прикрутить барашек какую-то, или плоскогубцами поворачивать, открывать и закрывать. Если вдруг у вас электропривод сломался. Либо вам нужно снять электропривод, скажем, для ремонта, для обслуживания. Весь кран снимать вам не надо. Так, откручиваем, разбираем корпус. Да, 35 градусов в тени. Это жестоко. О, мяу. Пришла мяу. Что мы тут видим? Моторчик. На 220 вольт. Так, откручиваем еще два винтика. Ну, шурупчика. И достаем двигатель. Всё. Что мы видим? Что у нас здесь? У нас здесь пластиковая птулка такая, с кулачками. Эти кулачки нажимают микрик. И он у нас останавливается. Ну и переключается режим. То есть никаких здесь пластинок для регулировки. Которые можно было бы поджать. Чтобы он останавливался у нас в другом месте нет. А нам нужно его сдвинуть немножко в сторону. Что можно сделать? Можно взять паяльник. Выпаять его, расширить или те отверстия. Ну, чтобы он двигался в небольших пределах. Скажем, и припаять по новой. Но. Я уже разбирал его, рассматривал. И я заметил, что вот этот микрик. Вон, в принципе, эта пипка, она находится не по центру, а немного со смещением. И вот это смещение, как раз, то, на которую мне необходимо, чтобы не докручивался наш шарик. Поэтому я просто беру, вот эта плата была установлена вот так. Сетевой шнур был у нас здесь. А я её просто-напросто переворачиваю. Всё. И устанавливаю обратно. Микрик у нас сдвинулся. Теперь он у нас стоит практически по центру. И, соответственно, двигатель должен останавливаться в правильном положении. Так. И теперь собираем. Единственное, когда будете собирать, нужно взять какое-то шило. И нажать на сам микрик. Иначе он у нас просто туда может не встать. Поэтому прицеливаемся. Я беру шило. Нажимаю микрик. Вот. И всё. И я его собрал. Давайте его теперь прикрутим. Кстати, вот с этой стороны тоже легко увидеть, что он у нас останавливался не в том положении. Вот, смотрите. Видите? Вот у нас как бы прямоугольное углубление. Ну, посадочное для крана. Вот это для втулки крана. Видите? Они у нас со смещением. То есть они не соусные. Не параллельные вот эти грани. Поэтому так мы тоже можем проверить. Давайте пока даже без крана. Просто включим в розетку. И попробуем довернуть. Вот я подключил. И он у нас пошёл закрываться. Вот он остановился. Немножко смещение есть в закрытом положении. Но меня больше интересует открытое положение. Открываем. Всё. Вот он остановился. И, видите, грани у нас уже параллельные. То есть, если я сейчас подключу, ну да, шарик у нас уже в нормальном положении. Так, ещё раз проверим. Вот он у нас закрытый. Так, чтобы вам было видно. Давайте его откроем теперь. Ещё раз говорю, будьте аккуратны. Потому что тут 220 вольт. Всё. Вот он у нас открылся. И, смотрите, открылся прям вот идеально. Без всяких смещений. Так я его и оставлю. Единственное, что фишка у нас от двигателя теперь тут же где и разъём питания. Но оно мешать не будет. Я уже посмотрел и убедился, что мешать здесь ничего не мешает. Сейчас я его соберу. И буду устанавливать на систему полива. Ну а почему я всё-таки выбрал именно этот кран с приводом, а не какой-то другой? И как я его буду устанавливать на систему полива? Это смотрите на моём втором канале про дачу. Ссылка на него будет внизу в описании под видео. Поэтому выходите, подписывайтесь. Дачные видео вот такие у меня будут выходить на том канале. И там я расскажу почему именно этот привод я выбрал. И как я его буду подключать таким образом, чтобы управлять и можно было из любого места земного шарика. А возможно даже из космоса. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Идите смотреть на моём дачном канале. Как я его подключаю. Пока.